в россии такая находка сделано второй раз почему так потому что первый череп целый бахикракуты более целый с нижней челюстью был обнаружен в похожих по возрасту отложениях забайкалья таким образом у нас теперь в стране есть два целых черепа и это дает возможность более подробно изучить это животное сейчас я в руках держу челюсть нижнюю челюсть древней гиены вот это вот большой короткоморда гиены гигантской чем же интересна эта находка нижней челюсти тем что мы видим что вот эти предкоренные зубы они сильно стерты на месте коренного зуба хищнического зуба остается такой маленький как бы пенечек этот зуб она сломала при жизни она его сломала она им больше не работал но это не помешало и дожить до старости потому что предкоренные зубы все достаточно хорошо стерто она жила питалась нормально это говорит о том что эти гиены были очень хорошо адаптированы к кости дробления они именно пользовались своими примолярами которые как раз раздрабливали разгрызали разбивали кости белый будут фотографироваться и на них есть микроследы и будут сравниваться с другими гиенами других видов других местонахождение хоженивают journal realizации здесь 15-го düтюль дичь просмотров выполнение запрет тяну выполнение Иронически, первое место, который был обнаружен в 1840-х годах, из французского сайта, называется Санцель, в самом деле более конкретном. Это конкретный скол. То есть, видите, у нее вот эти вот премоляры, очень предкоренные зубы, очень мощные, очень крупные, большие. Мы его потом реконструируем, он будет более такой целый и наглядный, но уже сейчас можно сказать, что он нам даст более глубокое понимание, например, эволюционных особенностей этого вида. То есть, кому она ближе к ранним формам своим или к более поздним, которые уже обитали в среднем плестоцене. Протокол, я покажу. Протокол надо взять и обсуждать, смотрите. Это очень интересный вид. Это очень интересный вид. Это появилось в Европе 2 миллион лет назад. И это важно для экосистема, что это появление, это называется, это пакикакута детум. Это очень важный момент в развитии Европейского фауна. И тогда, это будет экстинкт миллион лет назад, когда и ансестерс от живых спотта хиэна в Европе. Ну, ну, вон, косточка есть. В принципе, можно вот дососнять. Камень с кальцитом чуть-чуть есть. Вот это, видимо, слон. Так, сейчас. Так, что мы видим? Да, это... Здесь слишком много еще матрикса пустой породы, поэтому мы не можем точно сказать, что это. Метоподия лошади. Так. А передние конечности или задние, как думаешь? Я думаю, что передние. Правильно думаешь. Значит, так. Прямо это... Валей сюда. Потому что там может быть сны. Эта пещера служила убежищем для ряда хищников. В разное время ее населяли этрусские медведи, два вида саблезубых тигров, рыси, волки, шакалы и гиены. Причем, количество костей гиен больше, чем костей всех остальных хищников. Видимо, это связано с тем, что здесь желание одна гиена, а пещера служила убежищем для целой семьи гиен. На промывке мы находим самое ценное. То, что не увидели при раскопках пещеры. Например, попадаются очень мелкие интересные косточки древних тушканчиков. Вот верхняя челюсть винторога антилопы древней. Вот у нас барсучок такой, нижняя челюсть. Ну, это крупные кости волка древнего. В принципе, даже есть какие-то грызуны. Зайцы и грызуны. Птичка древняя. - Продолжение следует...